СПОРТАНЗОР Мы с вами в поселке Вершина Тюрь, где, пожалуй, впервые так много болельщиков. Все дело, конечно, в том, что сюда в этом году приехала практически вся основная сборная команды России по лыжным гонкам, в том числе семь олимпийских чемпионов из восьми действующих. Соревнуются сегодня ребята в спринте, вот и узнаем, кто же стал лучшим. Действительно, впервые за долгое время на Тюрьском стадионе не протолкнуться от зрителей. Местный сторожилы вспоминают, что последний раз такой интерес лыжной гонки у жителей Хакасии вызывали в 2012 году, когда здесь выступали Панжинский и Крюков. Как ни крути, а именно громкие имена создают вокруг любых соревнований ажиотаж. В данном случае он вызван приездом ребят, которые совсем недавно творили славную историю российских лыж в Пекине. Сейчас здесь, не постесняюсь сказать, это лидеры мирового лыжного спорта. Восемь олимпийских чемпионов, которые вот только вчера родились, можно сказать. Я думаю, это очень круто, поэтому и зрители, все помнят, олимпийские игры в Пекине, с удовольствием приехали посвалить. Сергей Владимирович, ну вы рады, что поехали? Да я хочу еще раз поблагодарить Елену Валерьевну, федерацию. Вот такого, я не помню, в принципе, вот мы с Валерьевичем сейчас разговаривали, что такой вот звездный приезд сюда. И, конечно, если бы еще была транспортная доступность, конечно, здесь гораздо больше было бы людей. Мы думали, конечно, об электричке, но для нас это тоже, как это, для организаторов урок, и мы, в принципе, для того, чтобы еще больше, потому что звонков-то было очень много. И не только от республики, и Красноярский край, и Иркутску побольше хотел приехать, в принципе. Но все равно это праздник. Спортсмены не подкачали, они подарили зрителям массу приятных эмоций, тем более, что специфика спринта, серия гонок на вылет, предполагает азарт. Ему, как кажется, оказались подчинены не только болельщики, но и сами спортсмены. Подгоняемые выкриками с трибуна, они боролись за медали до самого финиша. Соревнования пролетели словно один миг, только-только начинались квалификационные забеги, а вот уже и финал. Сначала женский. В решающем заезде сошлись олимпийские чемпионки Наталья Непряева и Вероника Степанова, а также четыре мастера спорта из разных регионов страны. Четыре минуты, 1600 метров позади и вот он финиш. Первая пересекла черту Наталья Непряева, Степанова вторая. Замкнула тройку призеров Алена Баранова, представляющая Томскую область и Республику Саха-Якутия. Тяжело, пока что тяжело, потому что первые старты, пока только разгоняемся. Спасибо большое болельщикам за такой праздник, рады радовать. Добавляет мотивации и желание выходить на старт. На самом деле в ЧОЕ, мне кажется, такое впервые, столько народу, такая поддержки здесь, никогда еще не было такого. Это еще праздник. ЧОЕ, еще не видела столько народу. А это мужской финал, где главным фаворитом считался трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Еще два олимпийца, Алексей Червоткин и Денис Спецов, отсеялись в предыдущих стадиях. Тем не менее, соперниками Александра стали сборники Дмитрий Жуль, Сергей Ордашев, Илья Порошкин. Но совершенно неожиданно первым на финиш пришел 18-летний пермяк Савелий Коростелев. Большунов пришел на финиш шестым с одной палкой и, естественно, воздержался от комментариев. Прояснил ситуацию победитель, который был в восторге от своего результата. Все прекрасно. Трасса за последнее время, за последнюю неделю лучшее, что только могло быть. Немного холод во время квалификации помешал. А так все прекрасно. Заколько соперники потратили? Соперники именитые, звездные. Повезло, что Саша сломал палку, конечно. Где сломал палку? На середине, после спуска. Там палка разлетелась. Дай боже. Сильный слишком он. Конечно, я не рассчитывал на такой результат. Словом, болельщики получили все, что хотели. И интригу, и борьбу, и развязку. Ради этого точно стоит преодолевать сотни километров по дорогам Хакасии. Тему лыжного спорта продолжим уже в нашей теплой, уютной студии. Так вот, после окончания спринта в вершине Тёи состоялось открытие Аллеи Славы. Прямо во время церемонии торжественного награждения победителей гонки. Аллея Славы в вершине Тёи существует много лет. Здесь размещают фотографии легенд советского российского лыжного спорта. Лариса Лазутина, Анфиса Резцова, Алексей Прокуроров, Елена Вяльби. Все они своими победами заставляли радоваться миллионы жителей нашей большой страны. Теперь свое место на Аллее по праву заняли чемпионы Пекина. Церемония открытия Аллеи состоялась вечером, как и награждение победителей спринта. Но даже позднее время не напугало болельщиков из Абакана. Они остались в поселке, чтобы порадоваться за своих кумиров. Первый раз приехал, хоть я живу уже вроде 40 лет в Абакане. Жена заставила болельщица. Но я приехал, все понравилось. Первый раз. Столько много снега. В Абакане такого не увидишь, конечно. Как эмоции вообще, когда лыжники катались? Тех, кого мы смотрели по телевизору. Положительные. За кого болели? Ну я первый раз, я сильных спортсменов не знаю. Просто видел, вроде хоть сам вставай на лыжи и едь. Вот, собственно, и человек, который является, как мне сказали, главным болельщиком лыжных гонок. Что заставило сегодня приехать? Ой, ну больше нов не приятно. Все олимпийские чемпионы прям заставили сюда приехать. И такой шанс, наверное, впервые выдался, чтобы на нашей хакасской земле поучаствовать, болельщикам всем здесь поболеть. Ну, сегодня вот были на трассе. Насколько это действительно похоже на самые крутые соревнования, которые мы видим обычно только по телевизору? Ну, здесь ощущения совсем-совсем другие. Прям натуральные такие, классные. Вот такой замечательный день выдался поселке Вершинатьёи в минувшую субботу. Хакасии обещали лыжный праздник, и он состоялся. Анзор Сабанов, Артем Амзараков. Новости. Но не лыжами-единами жил на этой неделе Абакан, жил на этой неделе Хакасия. Есть у нас и другие замечательные результаты. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса Леонид Чебодаев. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. И его тренер, заслуженный тренер России Михаил Ильич Сазонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Повод у нас самый, что ни на есть, прекрасный. Леонид выступил на прошлой неделе в профессиональных боях, выступил в одном из известных промоушенов. И в андеркарде сражался с бойцом по фамилии Кудряшов из Санкт-Петербурга, насколько я помню, и выиграл. Всем мы тебя, Леонид, ты поздравляем. Спасибо. И первый же вопрос, в общем-то, этот профессиональный бой, ну, насколько я знаю, по-моему, не первый в твоей карьере. Да, это третий мой бой. Чем отличался вот этот поединок, в чем интерес вообще к профессиональным боям? Такой турнир был очень хороший. И зрителям много было, как сказать, промоушен, да, такой сильный, да. Там в главном карте дрался Владимир Винеев с Родригесом. Ну, звезды были, как взять в целом. Как вообще, откуда поступило предложение поучаствовать? Я так понимаю, это же все-таки не вы заявку делаете, а вас приглашают. Да, да, но это Федерация кикбоксинга России, так как сейчас очень мало у нас и выездов, да, международных практически вообще нет. И Федерация как бы старается поддержать спортсменов. И уже вот в этом году, на следующий год уже назначено 6 промоушенов, вот таких будет, что где приглашают спортсменов, ну, это красочно и интересно и зрителям, потому что, ну, вот ЦСКА-арена, это 12 тысяч, ну, около 9 тысяч, думаю, 10 присутствовало. То есть арена почти полностью была заполнена. Значит, это говорит о том, что людям интересно, ну, и, ну, я думаю, и спортсменам интересно, и финансовая сторона вопроса, ну, и чтобы их увидели в лицо наших героев. Сколько стоит сегодня профессиональный, я не спрашиваю, да, сколько получил Леонид, ну, в среднем, сколько стоит участие в профессиональном поединке, ну, не для топовых, да, которые вот там, имелся, самая известная. Это от 100 тысяч, да? Да, это вот начало карта, если идет, вот эти, ну, выше, там, основной карта, ну, конечно, там побольше, наверное, будет. Ну, с чего-то надо начинать, чтобы себя, ну, образно говоря, показать, да, проявить. Ну, вот сейчас вот у нас, сейчас планируем на февраль, но бой, но планируем уже попробовать себя в К1. То есть там уже поинтереснее, потому что, ну, профессиональный промоушен, он, как бы, в основном это бои по К1. То есть, ну, нам это знакомо, то есть, как бы, сейчас... Здесь сейчас был фулл контакт, правильно? Да, фулл контакт, да. Значит, Штаханов Николай Алексеевич, это генеральный наш секретарь, он на международном турнире в Кемерово ко мне подошел и сказал, Михаил Ильич, нужны, нам нужен топовый бой, нужны бойцы, которые покажут настоящий фулл контакт. Ну, я предложил вот две весовые категории, это у нас, у меня в сборной, да, это Леонид Чебодаев, чемпион мира, и в 63 с половиной категории, у нас такой еще есть боец, Аванесяна Рапет, он тоже показывает такие яркие бои. Ну, вот я предложил две кандидатуры. Ну, Николай Алексеевич утвердил Леонида Чебодаева. Нас вызвали, все, мы приехали, ну, я надеюсь, что всем понравилось. Да, было отлично, очень равный бой, что самое интересное, прям бой очень равный, судя, вот, потому что я видел. Леонид, все-таки соперник знаком, не знаком, чем удивил, не удивил, за счет чего? Да, знаком, не раз встречаюсь, но в любительском, только в кикбоксинге. Ну, профессиональный бой – это не любительский, там, и чувства у тебя другие, и настрой другой, и плюс еще зрителей столько много. Ну, волнение было чуть-чуть так. Ну, вот ты сам, какую характеристику даже в бою? Был момент, когда думал, что, может быть, и проиграешь, или нет, или просто чувствовал себя? Нет, у меня никогда нет такого чувства, что проиграю, и даже не думаю об этом. Просто работаю, работаю, и все. Нет такого, даже не ощущал. Ну, решение было судейское, то есть, без нокаутов, и такое явное преимущество, за счет чего? За счет того, что Леонид был более агрессивен, отдали победу, как вы думаете? Ну, более, сказать, функционально, да, лучше было. Да нет, ну, попадания были, попадания были, и как бы Леня весь бой вел, то есть он первой скрипкой был. То есть, постоянно, то есть он предлагал и размены, и атаковал, и повторные атаки. Ну, третий-то раунд, там без вопросов, Леня уже забрал. Первый ровный раунд, первый не могу сказать, что кто-то из спортсменов выиграл. Второй, где-то Леня забрал, такой два раунда, две минуты первого, второго раунда где-то ровные были, и третью минуту Леня забрал. Ну, и третий раунд, значит, я думаю, что окончательно судьи убедил, что Леня прибавлял, 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 что... Ну, и там был запланирован, если вдруг какой-то ровный счет был, то запланирован экстра раунд. То есть можно было... Добить, дожать. Да, да. Теперь вот Ка-1, вы говорите знакомо, то есть пробовать, да? Ну, как, мы же... Готовились? Это кикбоксинг. То есть мы же в зале занимаемся не только фулл контактом, и где-то у нас и есть, где-то и коленями мы бьем, и ноги набиваем, и там лоу-кики. То есть школа кикбоксинга, она же разнообразная. То есть мы тоже развиваемся, на месте не сидим. И пробуем, почему нет. Ну, у нас же есть и та же Полина Эснер, двукратная чемпионка России по лоу-кик. Так что это все знакомо. То есть это нам... Это не говорит, что мы там... Мы этого не знаем. Ну что это, Леня? Это попытка выстроить карьеру в профессиональном кикбоксе? Будет? Или просто опыт? Интересно посмотреть, как это вообще. Почему? Если дают возможность, почему бы нет, не побоксировать на профессиональном уровне? Попробовать в другом себе разделе. Ну, ты чувствуешь в себе потенциал стать... Ну, еще одной легендой российского кикбоксинга. Понятно, ты и так легенда, да, учитывая количество там наград, званий и так далее. Но вот именно уже в профессиональном уровне. Ну, если бы, Батуха Асиков, да, например. Будет однажды Леонид Чебодаев восприниматься с зрителями? Потенциал есть такой, как-то? Ну, конечно, желание-то есть. Почему нет? Все равно спорт... Ну, как интересен мне всегда. Ну, что-то новое попробовать, почему нет? Да, попробовать новое. Ну, Михаил Ильич, ну, а вы как-то что скажете о потенциале Леоне? Да нет, Леонид Машиночек. У него есть инстинкт убийцы. Это самое главное, что... А, видите, даже в К1 немножко... Там не такая плотность. Ну, вот, даже вот, судя вот по этому бою, да, где Леонид проводил, они же... Посмотрите, они все... Все три раунда там такая плотность была. Там атака на атаку наслаивалась. И в К1 такой плотности нет. Так что... Функционалка нормальная, да? Посмотрим, как они будут выдерживать вот такую плотность, вот таких ударов. Ну, вот, к примеру, в 7,7 килограмм, да, Никита Бурматов с Новосибирска хороший парень, все. А плотность боя не выдержал. И все, и проиграл. Так что тут тоже такая... Все это здорово. Первый раунд он красиво разобрал там с коленок, да, там все, там, лау-кики. А мальчишка перетерпел, и все, и экстра раунд. Епэ. Понятно. Давайте сделаем небольшую паузу. Сейчас вернемся, еще пообщаемся о другом турнире, который проходил совсем недавно, о международном турнире. И вам же, уважаемые телезрители, я предлагаю посмотреть сюжет, посвященный традиционному турниру по плаванию на призы спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина, который сейчас проводится в нашем городском бассейне. Пожалуй, сегодня в бассейне спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина самые уютные соревнования из всех, что здесь обычно проходят. В воздухе не витает дух противостояния, спортсмены шутят и обнимаются, расслаблены даже судьи. Все объясняется достаточно просто, это целиком и полностью свои соревнования. Домашние, а дома должно быть максимально комфортно. Соревнования проходят на призы спорткомплекса «Абакан» имени Николая Генриховича Булакина. Они традиционные у нас, это наше внутреннее мероприятие, то есть оно закрытое. На этих соревнованиях мы, кроме того, что мы разыграем медали, призы, плюс это очень хороший такой момент в плане контрольно-переводных мероприятий. То есть это является частью контрольно-переводных мероприятий. Поэтому смотрим, кто как, выполняют, не выполняют, переводим в другие группы с 1 января. То есть это такой наш внутренний такой спортивный процесс. Процесс настолько внутренний, что даже на дорожке спортсменам дозволяется многое. Вот заплыв на 200 метров вольным стилем. По четвертой дорожке плывет Диана Мирошниченко и плывет баттерфляем. И ничего всех устраивает. Дело в том, что Диана улетает на всероссийский турнир и сегодня фактически заканчивает подготовку. Я к этим соревнованиям готовилась в Москву. С этого полгода, с сентября, начинаем у нас еще сборы в августе. Но вот мы очень готовились, я хочу золото взять. Мне тренер сказал, нужно 50 метров паттерфляем с поворотом работать, ну как на соревнованиях. Остальное неважно, а там я решила с финиш бац. Вместе с Дианой на резерв России, так называется турнир, который пройдет в Саранске, едет и Егор Вазимиллер. Вот он тоже на четвертой дорожке и тоже никуда не торопится. У меня цель выполнить мастера спорта и попасть в финал на 50 метров на спине. Я полностью готов к этим соревнованиям, мы с тренером готовились, начинается с сборов. У меня это основной старт в этом году. Ну, наш сезон новый начался. И у нас была загрузка, 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 мы там умирали на тренировках все. Но это за две недели до отъезда у нас разгрузка пошла. И по форме, я думаю, я готов полностью. В общем, и Диане, и Егору желаем удачи. А тем ребятам, что с достоинством прошли соревнования на призы спорткомфлекса имени Булакина, упорство, чтобы в дальнейшем вслед за лучшими воспитанниками Абаканской школы покорять крупнейшие турниры страны. Продолжаем программу, возвращаемся в студию. Напоминаю, у нас сегодня в гостях заслуженный тренер России Михаил Юрьевич Сазонов и мастер спорта международного класса по кикбоксингу Леонид Чападаев. Международный турнир по кикбоксингу совсем недавно проводился у нас здесь по соседству в Кемерово. Мы уже говорили о нем, когда вот только собирались эти соревнования проводить, но получилось ли то, что изначально планировалось, то есть дать российским спортсменам возможность здесь у себя дома посоревноваться на международном уровне? Да, ну, конечно, хотелось бы, чтобы подъехало бы побольше стран. Ну, сколько есть, столько есть. Так самое большое представительство это было, конечно, Белоруссия. Белорусы молодцы, они привезли большую сильную команду, дали конкуренцию нам. Ну, а так турнир прошел, конечно, на высоком уровне. Хочу поблагодарить наше Министерство спорта, которое помогло, организовало нам эту поездку. Хотя эти соревнования были не запланированы, они не были в календаре, но руководство пошло нам навстречу. Мы сказали, что мы не подведем вас. Ну, и нас вот отправили на это соревнование. Ну, я думаю, мы неплохо выступили. Две золотые медали во взрослых. Это вот Леонид и Юсиф Савимов. Юсиф Савимов. Леонид, насколько интересно, насколько соревнования были? Вообще, интересно ли они тебе были, как спортсмены? Конечно, интересно. Всегда интересно. Вот так вот, международные турниры. Ну, уровень соперников, насколько... Ну, мы понимаем, что да, ты готов биться на чемпионате мира в финале. В любой момент времени. А тут вот такой турнир. Кто был оппонентом? Да, в финале я... Как Аска и Дерби были. Да. У нас парень молодой, занимается в зале. Ну, перешел в мою весовую категорию, и вот мы в финале отбоксировали. Наталкиваешь, в общем-то. Леня сказал, что со своей копией драться очень тяжело. Да, тяжело было драться с ним. Это очень... Даже не знал, что придумать. Это кто-кто был? Это Данил Сипсарак. Да, Данил Сипсарак. Очень тяжело было с ним отбоксировать, конечно. Ну, так. То есть, на свою голову вырастил, да, получается? Так мы три раза в неделю стоим в парах. Тут, конечно, было тяжело. Юсю Самедов очень прибавил за последние пару лет. Да, Юсю молодец. Юсю растет. Такой уже зрелого бойца превращается. Ну, еще пару лет, и я думаю, он будет очень... Матерый такой. Ну, по Юсюфу тоже, как бы, тоже такие... То есть, мы с ним разговаривали, у него вроде тоже есть желание попробовать себя и в профессионалах, так что... Ну, не молодо, не молод он. Да, нормально. То, что Леня там очень опытный уже. Да, нет, нормально. Юсюф уже, что, у него уже... Он уже двукратный чемпион страны. Он призер чемпионата мира. Как бы то ни было, это уже... Он уже зрелый спортсмен. Я думаю, что где-то бы... Где-то к весне, если получится, или там к осени, где-то попробовать уже его тоже... Где-то его ему какой-то придумать, чтобы себя почувствовал уже как бы немножко с другой стороны кикбоксинга. Что у нас нынче по девочкам? Ну, по девочкам у нас Наталья Панкова. Она сейчас готовится на Кубок России. Готовится. Ну, и также есть у нас молодая спортсменка. Она вот перешла из юниорок. Это Аня Логачёвов. То есть, вот сейчас поедем на Кубок. Ну, Наташа-то понятно. Наташа, она чемпионка мира. Посмотрим, как бы она готова. Готовится, тренируется. Так что, будем надеяться, что... Ну, вот она этот международный турнир пропускала. По уважительным причинам. Ну, сейчас на Кубок России готовимся. На Кубке России какая задача будет стоять перед сбором Хакасии? Сколько медалей надо привезти? Выиграть надо. Ну, чем больше, тем лучше. Едет 10 человек. Вот, если 10 выиграют, вообще будет хорошо. Ну, я надеюсь, что каждый это получится. Этот Кубок будет отбор... Это будет отборочная сборная. То есть, это как чемпионат России. То есть, это отборочная... То есть, проиграть вообще нельзя. Формироваться будет новая сборная, да. Понятно. То есть, мы серьезно туда готовимся. Еще раз повторю, спасибо нашему Минспорту. Приказ подписан, билеты куплены. Мы готовимся. Ну что, желаю удачи, чтобы планы реализовались. И 10 человек действительно стали сборниками. И тем же составом потом, как появятся международные турниры, туда и поехали. Спасибо, что пришли, что ответили на наши вопросы. А мы сейчас с вами, друзья, посмотрим сюжет. Немножко, ну, неожиданно, наверное, в это холодное время года. Но что поделать, если только сейчас футболисты Хакасии подвели итоги летнего сезона. Мы хотим всем рекордам, наши звонки едать землина. Мы хотим всем рекордам, наши звонки едать землина. Как быстро летит время. Вот только вчера футбольные поля Хакасии отряхнулись от снега. Только вчера многочисленные команды от детских до ветеранских вышли на свои игры. А сегодня уже пришло время подводить итоги. Часть наград за различные турниры футболисты получили еще летом. Но победителей и призеров республиканских чемпионатов и первенств принято награждать торжественной обстановке. Сезон, конечно, был успешным. Учитывая то, что еще раз хочется вернуться к тому, что мальчишки по мини-футболу из республики Хакасия стали победителями первенства России. Это впервые в истории. Дай бог, чтобы и почаще такие победы были. Ну а летний сезон, он прошел, я считаю, успешно. И юношеские соревнования, 4 возрастные группы провели согласно расписанию графиков. И взрослые команды, 9 команд в чемпионате поиграли, и кубок провели, и женские команды. Два года пандемии, конечно, свой отпечаток оставили, но тем не менее в этом году все прошло успешно. Отметим, что в Хакасском футболе сегодня нет явного лидера. Такого, чтобы во всех возрастных категориях был первым. Но вот в футболе взрослом в этом году сильнее всех были ресурсы Сибири и Забакана. Они взяли как чемпионат, так и кубок республики. В других возрастных категориях борьба была равной, особенно в детских первенствах. И очень приятно, что и воспитанники городской комплексной школы не остались без медалей. Золотых, например. Ну, мы были очень слаженной командой, играли хорошо. Они забивали голы и выигрывали. В принципе, команды нашей комплексной школы выступили достойно. Первое и третье место. И мы плавно перешли в мини-футбол. И уже готовим сборные 2009 года, уже на Сибирский и Дальневосточный федеральный округ. И слова заканчиваться у нас такого слова нет. Действительно, пауз в футболе нет. Подводятся итоги лета, а тем временем команды региона уже начали зимний сезон. Прежде всего мини-футбольный. Так что всех болельщиков ждут в залах региона. Болеем за своих и болеем за футбол. 5 и 6 декабря, напомним, состоятся первые домашние игры команды Саяны. В Абакам, пожалуй, Арсеньевский Восток. К слову, начало очередного сезона всероссийских соревнований среди команд высшей лиги по хоккею с мячом для абаканцев сложилось не то, чтобы удачно. В понедельник и вторник они провели два матча против Красноярского Енисея. Матчи были выездными и абаканцы уступили первую игру со счетом 2-0, вторую со счетом 7-3 в пользу Енисея 2. Причины поражения постараемся проанализировать уже на следующей неделе. Ну а сейчас я говорю вам до свидания. Пока-пока.